Вот такая банка большая икры. Интересно, сколько стоит? Миллион рублей, наверное, или два-три миллиона? И одну икринку хотя бы остать и съесть это. И ложку огромную положили. Исходя из цен на икру, эта ложка не актуальна. Маленькая такая должна быть десертная ложечка. Так, это надо быть, знаете, нечестным журналистом, чтобы позволить себе покупать такие банки. Банки. Относительно честные. Относительно? Тогда барочку можно. Ложечку. Не возбраняется. Да, у вас огромная ложка на улице. Не актуальна. Там десертная ложечка должна быть, исходя из цены. Честно для сына. Никого не носить, для себя. Да. Маленькая, пожалуйста. Смотрите. Нет. У нас цена. А этот, что можно перевозить? Куда же, чтобы долго не проедали? Ну, долго не проедали, кто там зеркал. А, я приезжал сюда, проездом был на Кавказ в 97-м году. И в магазине из-под полы мне продали. Я тогда 700 тысяч в редакции получал. Мне за 230 тысяч продали килограмм. Вот. Ну, и сейчас тоже, наверное, за 230 тысяч, наверное, килограмм продали. Я просто там съел. А, вот и правда надо щит-то съесть. Нет, я съел, испортил с билетом. Да, я просто там же и съел, кстати. А сейчас тут все в мамочках документы просто, чеки, в день чего-то сайте. Главное, чтобы не просвечивали желудок при прежде. Это кто-то прокачиваете? Сколько икры съел у вас? Вот, давайте, покажите ту, а вы кто? А откуда взяли? Да. Я поэтому вот боюсь. А это с удовольствием народ посмотрит. Размаривайте. Да? Нет, сейчас-то. Все как раз вы думаете, когда сертификат и чек. А я знаю, знаю, знаю. Кто только деньги даст, сертификат-то мне дадут. Деньги дают. Ну, ладно, может, наворуюсь в следующий приезд, как журналист. А может быть, вы просто заработаете? К вам сейчас честный журналист зашел. А в следующий раз, когда с деньгами, уже нечестный. Неужели вам приятно нечестных журналистов обслуживать? Они богатые, они богатые. Наверное, алмазами рассчитался. Вы не поверьте, Международное объединение терпческой молодежи, как раз там он алмаз привез и подарил. Опа. Алмаз привез и подарил он там. Вас снимает скрытая камера, а нас не надо снимать. Смотрите, мы уже ценим цену, а у нас есть. Сейфи надо хранить. Надо вам писать, цену писать приемлемую и написано мелко-мелко за одну икринку. Но это с удовольствием народ посмотрит, потому что они, я даже рыбу выставил, люди посмотрели, лайф поставили. Так, смотрите, вот здесь у нас. Да, смотрите, есть еще у нас вот такой подстановник у вас есть там? Ну, можете считать, не честный журналист, а неудачник журналист, раз не может. Да, да, да. По нынешним временам, нравам нашим... Ну, я где-то посреди, да. Да, как посреди. У нас есть варенье. У нас есть, смотрите, варенье вот такое арбузное. Вот. Надо на машине времени слетать в прошлое. Там икра, а не ложка ели. Наверное, бедные люди себе могли позволить. Есть мягко, есть груша, есть спиня. Самый лучший подарочный набор. Есть мягко, есть спиня, есть спиня, есть спиня, есть спиня, есть спиня. Ну, а спиня? Ну, а спиня? Ну, а спиня? Не только в Казани. Они немножко отвечали. Возьмите. Или вам одну надо подключить? Нет. Я не знаю. Я пишу. Нет. Нет. Возьмите вот эту сеть и возьмите вот так на столе. Мягкоть у нас, мягкоть, там мякоть. Я не могу не заказывать. Я не могу не заказывать. Без варенья нужно идти в стекле. Какая? Да. Да. Сейчас люди смотреть ходят. За самому камерой, да? Да. За музей, как будто. За музей, да. А в шутку напишите на 1 апреля, вдруг люди клюнут и будут. Хорошо. Да. Сейчас. Две вот эти, две вот эти. Да. Так, столом вы не будете, да, вот эту? Нет. Не думайте.